Здравствуйте, мальчики и девочки! Сегодня нам Юля расскажет о разводе и вообще так по чуть-чуть про мужа и про бывшего мужа и про невесту. Вот. Точно. Привет-привет! Вот что ты можешь посоветовать тем же матерям, которые одиночкам, ну, будущим, которые боятся разводиться, допустим, и одновременно надо ли переезжать куда-то? Не то, что надо. Понятно, что у каждого свой путь. А вообще надо ли бояться переезжать в другую страну, там, ну, что-то такое. Бояться не стоит, это точно. Здесь все зависит еще, конечно, от твоей силы воли, но все равно не стоит. Если вы уже переехали, и так случилось, что вы развелись, и у вас дети, или вам хочется развестись, но вы боитесь, что вы не потянете, а с мужем не складывается, это нехорошо. То есть, не дай бог, он еще нас руку по ним поднимает, или family abuse, здесь очень-очень много поддержки. Здесь, я-то не просила, потому что у нас был нормальный развод, у нас не было детей вместе, но все равно вы можете позвонить, поехать в специальные организации, которые вам помогут, поддержат на первое время. И на работу вы устроитесь. Да, они всегда сразу, хорошо, не на ту, которую хотите. Да, я не устроилась, актрисой я не стала. Но вы все равно что-то найдете. Не найдете сразу, вам помогут, вам поможет страна, вас не бросят, и вы не будете с детьми валяться где-нибудь под забором, абсолютно не будете. Вот так вот. Это намного лучше быть самой, чем находиться с мужем в браке, или страдать там, для ваших детей тоже. Если у вас совместные дети, вам тоже помогут, расскажут, какие программы есть, и как с мужем потом делить этого ребенка. А алименты какие? Тоже алименты вам будет платить муж. Во-первых, для тех, кто приехал, только приехал, и вдруг не сложилось, и оказалось, что муж деспот или еще кто-то, то он будет вас еще и содержать. Он по закону обязан вас содержать по визе жены 2 года. Если же вы уже давно вместе, но все равно что-то не складывается, он тоже будет платить алименты. Но с алиментами нужно быть осторожным, потому что если вы работаете, а он не работает, то он может потребовать алименты от вас. А как? Очень просто. Алименты здесь не платит мужчина или мужчина только. Алименты платит тот, кто зарабатывает больше, тому, кто сидит больше с ребенком. А как детей делить? Здесь, как вы это говорите, здесь есть специальные программы, специальные места, где вам помогут, если вы сами не можете поделить. Вот мой бывший муж поделил своего сына 50 на 50. То есть у него ребенок находится с женой все эти школьные дни, а с ним все выходные, все каникулы. Из-за того, что у них 50 на 50, они добровольно платят за 50 на 50 за школу и все остальное, никто не платит алименты. Но если он не работает, как вот он сейчас, и она захочет подать на него алименты, он может подать встречные алименты, и она будет ему платить, потому что у него ничего нет. Тут нужно быть осторожным. Ну и по правилам Австралии развестись вы можете только через год, но separation, если вы разошлись, начнет считаться с того момента, когда вы перестали жить вместе. При этом даже в одном доме, если вы живете, не можете разъехаться, вы все равно можете подать, что вы живете отдельно, что вы платите отдельно, считая все остальное. И вы будете считаться как пары, которые живут, как соседи. Как, да, roommate. Да, roommate. Да, и это тоже будет считаться с вами. А как по поводу виз? Вот, допустим, муж пригласил сюда, в Австралию, и потом развелись. А не вышлют обратно невесту? Не вышлют. Здесь, опять-таки, система в зависимости от того, как невеста приехала. Если невеста действительно приехала, и мужу удастся доказать, что она приехала, не любя, там, это возможен обманом, да. Когда у вас есть дети совместные, или даже вас нет, но при этом вас проверяли, у вас вы даете кучу доказательств, что вы были парой вместе, то муж ничего не может сделать, потому что это ваша, ваша аппликейшн, ваша подача с заявлением, он не может ее отменить. Да, он может быть вредным и на вас пожаловаться. Да, вас будут рассматривать, у вас могут быть проблемы какие-то определенные, но это будет очень-очень сложно доказать, что вы вот плохая и приехали сюда просто так. А вопрос, если муж богатый, например, и вот кто-то вышел замуж, а потом развелся из русских, например, из наших русскоговорящих, скажем так, они могут оттяпать себе половину его? Могут много чего оттяпать, если бы был никакого контракта. Потому что здесь, кстати, в Австралии это большой минус. Все, что ты нажил имущество до брака, здесь не считается имуществом, как у нас до брака. То есть, если я купила квартиру до брака в Украине, она будет только моя после развора. Но здесь, в Австралии, это не так. То есть, ты можешь претендовать и на мужа, пенсию определенную. Тут надо знать, опять-таки, серчить, знать нюансы. И на мужа жилье, и на мужа деньги, и на очень куча всего. То есть, все, что он был до тебя, вообще никакого защищенности в этом плане нет. Прикольно. Но если есть контракт, то там уже рыпаться... Ну, я думаю, контракт это, наверное, по-другому. Я никогда не сталкивалась, но я так понимаю, что подписанный контракт для богатых людей – это только выход. Конечно, да. И я думаю, что любой более-менее умный человек будет сажать на контракт свою невесту. Тем более... Да, невеста уже не хады любого. Потому что это как-то логично и разумно. Ну, хотя бы виза останется, и то хорошо. Да, да. Дальше решай сам. Ну, в конце концов, всегда можно уехать, если ты видишь, что тебе здесь плохо, у тебя не получается. Здесь только проблема загвоздка уехать в том, если у вас совместный ребенок. А, ну да, как-то делить надо, да. Тогда вам придется остаться. Если же мужу все равно, и он выпускает вашего ребенка, то вы можете уехать. Ты знаешь, я не особо видел людей, которые по своей воле отсюда уезжали. Это единицы буквально. В основном все, наоборот, хотят сюда въехать. Ну, может быть, если, во всяком случае, там была жизнь лучше, и жена приехала по любви за мужем, и у нее там был бизнес, не знаю, работа, она была на хорошем счету, и она здесь не прижилась, то я допускаю. Я допускаю, что человек может уехать. Если же там некуда уезжать, может, там есть квартира, может, там есть родственники, друзья, то да, почему бы нет. А многие, кстати, приезжают сюда и очень скучают по душевности какой-то вот российской. Да, вполне может быть. Я скучаю иногда, мне хочется. Для меня вот большой главный минус для меня в Австралии, что оно находится очень далеко. Очень далеко. Ты не можешь ездить каждый день или каждый, там, не знаю, каждый месяц в гости к родным. Это очень дорого. Да. Очень-очень долго. Но другой, другой кайф, то, что сюда приезжаешь, я уже заикаюсь. И ты видишь, что другого мира не существует. Нет вот этой политики. Дальше Австралии только космос. Да. И ты чувствуешь это, с первого дня тебе уже перестает интересовать политика, перестает интересовать вот эти... У нас нет телевизора, кстати. Новости. Все, телевизора нет. Да он и не нужен. У нас он вышел на улицу, там попугаи летают, там вообще такая красота. И телевизор не нужен. Он в мире животных каждый день, вот с утра до вечера. Пока, народ. Пока-пока. Пока-пока.